Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова. Мы с вами на канале Дарвиновский Моисей и Дети. Сегодня мы поговорим об одной очень странной рыбе. Как ни странно, несмотря на то, что сегодня на дворе 21 век, но еще на нашей планете осталось много неисследованных или малоисследованных уголков, которые преподносят нам какие-то сюрпризы. И в частности к такой малоисследованной зоне относится безусловно зона глубоководная, поскольку только с развитием техники удалось ученым проникнуть в большие глубины и обнаружить там самых удивительных существ, которые живут на нашей планете. И вот об одной такой необыкновенной рыбе, которую они нашли благодаря развитию техники, мы сегодня с вами и поговорим. Рыба это называется макропинна микростома или макропинна малоротая, ну а еще у нее есть второе название, она еще называется бочкоглаз. Рыба это настолько необычно выглядит, что если вы хотя бы раз ее увидите, вы точно ее ни с кем не припутаете, никогда, наверное, не забудете, потому что это что-то фантастическое. Рыба была открыта совсем недавно, всего-навсего в 1939 году, но долгое время ученые даже не предполагали об определенных особенностях анатомии этой рыбы. Дело в том, что рыба это глубоководная и при поднятии рыбы на поверхность воды, к сожалению, частично определенные части ее тела разрушались. Поэтому как эта рыба выглядит на самом деле, ученые смогли узнать только в 2004 году, когда они получили фотографии живой рыбы бочкоглаза, и выглядит она ну просто нереально. У этой рыбы прозрачная голова. Голова представляет собой такой прозрачный купол, который внутри заполнен жидкостью, и внутри этого прозрачного купола находятся очень крупные цилиндрические глаза ярко-зеленого цвета. Эти глаза очень близко друг к другу расположены, они разделены костной перегородкой, и эта костная перегородка дальше расширяется, и в ней находится еще и мозг этой рыбы. Род у рыбы маленький, поэтому она называется малоротая, а выше рта, там где обычно можно было бы ожидать расположенные глаза, на самом деле находятся органы обоняния, обонятельные капсулы. Они расположены так, что полное ощущение, что это глаза, что вот есть рыбка с такими маленькими глазками, вот, а вот это наверху, то что выглядит как мозг, на самом деле это и есть глаза. Глаза настолько фантастические, что вот даже себе представить сложно, как такое чудо природы могло возникнуть. Рыба живет на большой достаточно глубине, она встречается на глубинах примерно от 500 до 800 метров в северной и умеренной части Тихого океана, начиная от Берингового моря и до Калифорнии. Вот в этом диапазоне примерно можно эту рыбу встретить, но поскольку она глубоководная, то неудивительно, что об этой рыбе не знали ничего до 1939 года, и до сих пор еще эта рыба хранит множество загадок, она еще недостаточно хорошо изучена. На такой большой глубине, конечно, зрение играет очень большую роль в поиске добычи, поэтому глаза у бочкоглаза очень специализированы для того, чтобы находить добычу в условиях, когда света практически нет. Причем эти цилиндрические крупные глаза направлены вверх, поскольку основные источники пищи попадают бочкоглазу именно сверху. Питается бочкоглаз добычей маленького размера, поскольку рот у него очень маленький, и в основном его добычей становятся или какие-то рачки, или какие-то канидарии, то есть стрекающие различные. И вот в бухте Монтерей-бей, где ученые как раз и наблюдали за бочкоглазом, там встречаются сифонофоры, это такие колониальные организмы стрекающие, которые представляют собой такую очень длинную ленту, они могут быть длиной более 10 метров. Состоят эти колониальные организмы из маленьких-маленьких организмов, снабженных стрекательными клетками, которые при помощи щупалец длинных ловят добычу. И вот представьте такую длинную, извивающуюся ленту, и в сети сифонофор попадает множество всяких мелких животных. И, собственно говоря, в кишечниках и желудках бочкоглазов находят много частей сифонофор, и в том числе их стрекающих клеток, которые, по всей видимости, не причиняют им особого вреда. И ученые сделали предположение, что бочкоглазы пытаются выудить из щупалец сифонофор ту самую добычу, которой туда попал всякий зоопланктон, всяких мелких рачков и прочих мелких животных, которые оказались в этих щупальцах. Ну и, собственно говоря, щупальцы тоже попадают при этом им в рот. Зачем такая необычная анатомия глаз? Ну, во-первых, глазное яблоко у рыбы не круглое, как, например, у нас с вами, а оно цилиндрическое, оно вытянутой формы, собственно говоря, поэтому название этой рыбы, второе ее название – бочкоглаз. Эти глаза очень светочувствительны, в них находится большое количество фоторецепторов. Причем интересно, что сетчатка очень чувствительна, но только она не различает цвета. То есть в сетчатке глаз этой рыбы есть только палочки, а колбочек нет. Колбочки отвечают за цветное зрение, палочки отвечают за черно-белое зрение. Но зато концентрация этих палочек в сетчатке очень высокая. Кроме того, в сетчатке находится тоже высокая концентрация зрительного белка ротопсина. Хочется сказать про цвет глаз. Цвет глаз действительно совершенно потрясающий, он очень ярко-зеленый, и это связано с тем, что хрусталики глаза содержат пигмент, пигмент желтого цвета, и этот пигмент совершенно необходим для того, чтобы фильтровать свет и снижать его яркость. Но представьте, бочкоглаз свою добычу выслеживает против света, он смотрит снизу вверх. В верхние слои воды все-таки хоть немного подсвечиваются солнечными лучами, поэтому они более светлые. Такие глаза действительно работают как светофильтры и позволяют замечать зилоиды добычи, которые довольно трудно разглядеть. Но при этом свет необходимо рассеивать и фильтровать именно по той причине, что поскольку рыба живет на большой глубине, то на большой глубине вводится довольно большое количество организмов, обладающих биолюминесценцией. То есть они могут светиться на фоне вот этой темной воды на большой глубине. И, соответственно, когда рыба выискивает себе определенную добычу, то благодаря таким особенностям своих глаз она может замечать биолюминесценцию, например, стифанофор, которая в том числе является ее добычей. Изначально ученые считали, что эти глаза неподвижны и для них была загадка. Бочкоглаз смотрит все время вверх, каким образом в его маленький рот может попасть добыча. Потому что глаза направлены в одну сторону, рот направлен в другую сторону. Как вообще такое может быть. Но оказывается, если бочкоглаз обнаруживает добычу, то он переворачивается вертикально вверх, и в это время переворачиваются его глаза. То есть глаза не просто очень странной формы цилиндрической, не просто большие ярко-зеленые, они еще и могут двигаться. И таким образом бочкоглаз может видеть то, что находится перед его ртом. Очень необычная анатомия глаз, и это связано еще и с тем, что есть особые глазные мышцы, которые поворачивают этот глаз в нужной плоскости. Рыба маленького размера, всего-навсего 15 сантиметров. Ее тело покрыто довольно крупной темной чешуей. У этой рыбы крупные широкие плавники. Эти плавники позволяют рыбе занимать в воде практически неподвижное положение. То есть когда рыба находится в спокойном состоянии, она выслеживает свою добычу, глаза направлены вверх, а она в это время сама как будто в воде замирает. Она не двигается благодаря таким длинным широким плавникам. Ну и вот этот вот купол головы, он состоит из довольно прочной оболочки, которая крепится к чешуе и крепится к костям черепа рыбы и создает действительно такой купол, заполненный жидкостью. И этот купол тоже имеет свои очень важные функции. Но в частности, например, поскольку глаза рыбы расположены под куполом, то этот прозрачный купол дает возможность рыбе хорошо видеть. Мало того, вероятно, он служит какой-то дополнительной линзой. Каким-то образом помогает рыбе ее глазам улавливать больше света, что совершенно необходимо, поскольку рыба это обитает на довольно больших глубинах. Кроме того, скорее всего, этот купол еще и защитную функцию выполняет, потому что глаза скрыты под куполом и, соответственно, они не соприкасаются с окружающей средой. Поскольку, как мы уже выяснили, эта рыба в своей жизни нередко встречается с сифонофорами, которые имеют стрекательные жалящие клетки, то, по всей видимости, такое необычное приспособление выработало всю рыбу для того, чтобы защитить глаза от стрекающих клеток канедарий самых разных, в том числе и сифонофора. Таким образом, ее глаза все время находятся под определенной защитой. Друзья, вот такие сюрпризы преподносит нам океан. На самом деле, там еще очень много осталось всего неизведанного и неисследованного. Заходите к нам на канал, мы расскажем вам еще о многих очень необычных, интересных живых существах. Не забывайте подписываться на нас и ставить нам лайки. И, конечно, приходите в музей, мы всегда будем рады встречи с вами. Всем хорошего дня!